Красные цвета люблю. Да, я тоже люблю яркие цвета. Классная помада, Наташ, что ты? Ты попробовала уже, заказала? Конечно, я попробовала. Ну, во-первых, что мне понравилось сразу, когда даже у меня ее не было, еще помады, я открыла каталог, я сразу увидела, что там 26 оттенков. Не люблю, когда мне ставят какие-то рамки, говорят, ну вот, один, два, три, четыре, а когда 26, есть из чего выбрать. Считаю, что у каждой девушки должно быть много помад для разного случая. Случаи, конечно, бывают разные. Второе, что я увидела еще в каталоге, а потом, когда взяла помаду в руки, что вот такой специальный оскошенный кончик, такой уникальный, да, Люба? Да, да, это вообще разработано эксклюзивно для Ари Флейн, да, вот это вот такая... А знаете, это для чего? Вот кто еще не понял, не догадался, я догадалась сразу. Я та девушка, у которой контуры для губ, подводки, их никогда не сыщешь, так как помады у меня много, очень разных, и в каждой помаде есть свой контур, своего цвета. Где они у меня лежат, это загадка, но очень много всегда есть. Я не люблю вот это выводить, поэтому раз, движение, два, три, все аккуратно, шикарно. И побежал покорять мир, дарить красоту людям. И вот эта вот кремовая такая текстура, она, ну, абсолютно точно, ни у одной девушки никогда не бывает никаких морщинок. Но если вдруг они слегка намечаются, ну, вдруг, то вот эта помада и как раз ее, вот эта кремовая текстура, она полностью заполняет эти морщинки, да, делает губы, придавая им, своим губам чуть потерянный, да, этот объем, может быть. И за счет смягчающих восков, вот эта шелковистая структура, за счет смягчающих восков, она очень хорошо разглаживает. Три вида воска, три вида воска. Масла и экстракты ягод Годжи. Еще витамин Е. С антиоксидантами, да, ягод Годжи, это обладающий антиоксидантным эффектом. Шикарно. Я хочу так сказать очень коротко, и чтобы сразу всем было понятно. Лучшее, что может случиться с вашими губами, это поцелуй любимого мужчины и помада вот как раз это. Классная, вообще шикарнейшая помада, действительно просто шикарнейшая. Один из следующих составляющих, набора, это наш бестселлер, это наша тушь The One. На самом деле я хочу сказать, что она уже несколько лет является одним из самых продаваемых продуктов компании Арифлей. Как только она выпустилась, я, не знаю, к сожалению или к счастью, реально не могу ей изменить. Вот, ну не могу я ей изменить, она всегда у меня, я покупаю сразу по несколько штук, она у меня там в сумочке, дома обязательно. Я просто в восторге от этой туши. Ну, я не могу пользоваться все время одним продуктом, у меня масса разных вариантов, есть и Giordani Gold, и The One много, сейчас мой фаворит другой, но вот эта тушь всегда в моей косметичке есть. это вот просто я говорю, вот эта вот уникальная 3D-щеточка, я думаю, что многие из вас, многие из вас видели, уверена, что вы все покупали и пользовались, да, где короткие, где короткие есть и длинненькие ворсинки, да, вот короткие ворсинки, они подкручивают ресницы, мне кажется, что мой глаз сейчас... Вот я сейчас хочу сказать, может быть, вы не видите сейчас на экране, но Люба сидит очень близко ко мне, я вижу сбоку ее ресницы, просто... Они вот как раз короткие ворсинки, они подкручивают, а длинные они очень хорошо удлиняют, очень хорошо разделяют. Шикарная тушь, вот просто, если вдруг еще есть такой человек, кто еще никогда не пользовался... Ну что, возьму себе еще одну. Таких не называется. Да. И еще одна составляющая этого набора, The One, это как раз наша тональная основа. Тональная основа. А вот смотри, Люб, есть у нас с вами тональная основа, есть у нас с вами тушь и есть у нас с вами помада. Вот это тот минимум, да, который за буквально там 3-4 минутки сделает ваш образ шикарным, очень быстро, роскошно получится. Что про тональную основу хочу сказать, это 25 часов стойкости, друзья мои, это значит, что вы утром нанесли, а на следующий день, даже если вы... Ну, вдруг... Ну, случаи бывают разные, мы же понимаем, да? Да, конечно, мало ли случилось, что вы не смогли... Вы просыпаетесь, а она еще на вас никуда не делась, не съехала. Для меня очень важно, что она не пачкает одежду, потому что вот, да, есть черный ворот, есть белые рубашки. Для многих девушек это одно из самых важных вообще вещей. Это очень удобно. Разные уровни стойкости. Да, разные уровни плотности, от среднего до самого высокого, то есть кому что нравится, вы можете выбрать, естественно, разные оттенки. И тоже, что, кстати, интересно, да, то в этом, что интересно, в каталоге вы можете увидеть, скажем так, рекомендации, да, в зависимости от того цвета кожи, какой у вас светлый или более темный, вы сможете выбрать ту или иную тональную основу. Как сказала Наташа, шикарный набор, если нам сейчас мы увидим на экране... Если мы что еще увидим, цену еще еще увидим, он идет просто... Он идет просто... Сойдет с ума. Да, по безумно привлекательной цене. То есть всего 499 рублей, как сказала Наталья, просто минимум. И что еще хочу сказать, что вся наша декоративная линейка, вся вообще в том числе и эта, является еще и косметикой уходовой. То есть она не вредит нашей коже, а более того, еще и ухаживает. То есть это не просто цвет на губах, но это еще уход. Это не просто тон на твоем лице, но еще и уход. Еще и уход, да. Это тоже очень-очень важно. А вот в каталоге есть по поводу помад. Такая удачная фишечка, когда можно определить. Раньше, я когда только пришла в Reflame, я вообще... У меня были только исключительно такие нюдовые оттенки губной помады. Я просто не могла понять, как определить. И увидела замечательную вещь, когда по оттенку твоих вен, вы можете определить. Давай попробуем сейчас. Давай, Наташа, попробуем. Вот смотри, здесь написано синий и фиолетовый вены оттенок кожи. Покажи. Твои. Холодный. Мне кажется, у меня вот... Вот я явно холодный. Да. Посмотри, пожалуйста. А у тебя, мне кажется, как раз вот теплый, близ... Ну, вот к такому, да, теплый подтон. Кажется, у меня холодный подтон. Давай откроем, какие помады подходят мне, какие тебе. Смотри, вот холодный подтон. Ну, я могу сказать, что вот сейчас у меня на губах как раз... Спелая клубника. Так что... И мне она очень нравится. Спелая клубника. Спелая клубника как раз у меня на губах. Очень, очень классно. А я тебе хочу выбрать... Вот я так смотрю, когда я себе выбрала, уже купила красный апельсин. И как раз теплый подтон кожи. То есть я угадала. Да. Но я, знаете, еще к какому принципу следую? Знаете, к какому принципу я следую? Я покупаю все помады, вот по картинку, какие мне нравятся. Неважно, подходят они мне по тону, не подходят. Если они мне нравятся, значит, это будет классно. Потому что, когда ты уверенно несешь... Ты посмотри на зеркало? Ты себе нравишься. Ну, все. Иди в мир. Получай комплименты. Ну, а нашим девушкам, которые нас смотрят сейчас, и нашим мужчинам, кстати, которые... Которые работают... В женском бизнесе. А можно подарок же, да? Да, да, как раз. То есть он просто подходит к жене и говорит, какие у тебя замечательные ручки, да? А сам, тем не менее, а там тем временем смотрит на вены. Мужчины сейчас прям запомните вот это вот. И определять помаду, чтобы не ошибиться, да? Поэтому вообще классная вещь, классная фишка, которую можно использовать. Ну что, давай дальше тогда пойдем и будем сейчас называть имена победителей, и те, кто получит ноутбук Ленова. Ой, ребята, прям сердце замирает, замирает. Сейчас мы поймаем мышку. Это у нас мышка. Опс. Опс. Формула уже введена. Победители определены. Сейчас мы их увидим на экране. Сердце тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Гольцева Любовь, Екатеринбург. Экерт Кристина, филиал Москва-регионы. Байрамилева Суна, филиал Краснодар. Алдухина Татьяна, Воронеж. Макарова Марина, филиал Краснодар. Темирова Гулбахар, Санкт-Петербург. Арташкин Александр, Нижний Новгород. Пустарнаков Максим, филиал Новосибирск. Катанеманкова... Я скажу, можно я скажу? Катанеманкова Санкт-Петербург. Катанеманкова Самара. Катанеманкова Ирина Константиновна. Казань. Тулумбаева Эльмира. Самара. Анисима Екатерина, филиал Санкт-Петербург. Кузьмина Ирина, филиал Казань. Ой, какие счастливые люди. Зазерская Наталья, филиал Воронеж. Шенец Ольга, Новосибирск. Осенникова Александра, Нижний Новгород. Буланова Ирина, Москва-Регионы. Катаева Светлана, Екатеринбург. Мурадьян Дмитрий, филиал Краснодар. Сулейманова Яна, филиал Екатеринбург. Все. Слушайте, Наталья, что там вот про... Слушайте. Я рада за всех победителей, конечно. Но вы представляете, вот мой родной филиал Самары. И я вижу здесь два человека из Самары и один из нашей организации. Можно я воспользуюсь, пожалуйста, пожалуйста, можно я воспользуюсь вот тем, что я сейчас здесь сижу в служебном блажении. И мы позвоним Юле. Конечно, давайте. Так, Юля, подождите, сейчас мы найдем ее номер. Так, 900. Ой, нет, пожалуйста, помоги. Стирай? Да. Вот. Ага. Так. А нужно сразу говорить? А сейчас на громкость выставлю. Ну, не знаю, потяни время, скажи, чего-то. Сейчас что-нибудь придумай. Да. Ой. А слышно, как сердце мое убьется, нет? У меня же микрофон. Сейчас мы, так, Юлечка, что-то вызовы не вижу, не слышу вызову, да? Давай проверим. Идет? Ну, как-то не тут. Ой, ну сейчас, мы сейчас дозвонимся обязательно. Давайте еще разочек. Ага, не удалось дозвониться. Давай еще разочек. Сейчас мы все снова наберем. Вот это, да, номер же первый? Ну, да, посмотрим. Да. Сейчас. Просто срываются. Может быть, со связью что-то не ходило. Все, пошел дозвон. Да, Наташа. Юль, привет. Привет, Юля. Это Наталья Бесчетверцева. Алло, алло, привет. Юль, скажи, пожалуйста. Привет, привет, Наташа. Что-то у тебя голос такой интересный. То ли ты прямой эфир смотрела, то ли это неожиданно. Смотрю, смотрю, Наташа, прямой эфир. А, ты смотришь. Вот так хотела. Конечно, смотрела. А я так хотела, знаешь, так сказать тебе. Сначала. Это Наталья. Хочу тебя спросить, как дела? Чем ты занята выходной день? А ты смотришь эфир? Да, Наталья, я видела, что ты там готовила заговор. Заговор? Ты готовила заговор? Ты колдовала, да? Юль, ну мы тебя поздравляем с Любой. И вообще вся Россия, Арифлейм, поздравляю тебя с таким замечательным подарком. Давай-ка, ощущения свои. Вот прям вот ты сидела. Ты верю, что ты выиграешь? Или так думаешь? Ну, не знаю. Как вот было? Скажи. Я верила изначально с первого дня, и мы сегодня с мужем уже обговаривали то, что вот сегодня точно мы что-то выиграем. Выиграем, конечно же, еще машина, впереди еще розыгрыш. Вот, но очень, конечно, рады и очень надеялись. И ноутбук нам как раз сейчас необходим для работы. И я довольно рада, просто эмоции перевыполняю. Ну вот скажи, пожалуйста, вот ты смотришь, твоя же фамилия не была первой, да, в списке? Вот называют там фамилию первая, вторая, третья, тебя нет, нет, сердце начинает колотиться еще сильнее. Потом ты видишь себя. Не поверишь, но когда вот прям еще даже моя фамилия не появилась, я думаю, вот сейчас точно будет катана. Ну вообще надо же, да. Если это выплывает моя фамилия. Вот что значит правильный посыл во Вселенную. Вот что значит, Вера. Мы списали этот правильный посыл. Юль, мы тебя поздравляем. Ну дашь на кнопочке потыкаться? Дашь? Ну все, считай, что я твоя крестная мама. Спасибо. Поздравляем вашу семью, всем привет. Пока-пока. Спасибо большое. Поздравляем, Юля, спасибо. Кроме веры, кроме веры, я думаю, что здесь не только одна вера, но еще и, безусловно, условия, да, какие-то действия. Конечно, конечно, не просто ты так где-то прочитал, что это есть, и просто веришь, что это получишь. Ты что-то сделал? Абсолютно, да. Она делала хорошие, правильные действия, да, и верила, верила, и действительно вот она получилась. Ну классно, здорово, классные эмоции. Ну что, а мы с вами двигаемся дальше, и так как мы начали уже говорить о нашей продукции, то еще одним из интересных предложений, которые в этом каталоге, в пятнадцатом каталоге у нас есть, это предложение на наши кремы Optimals. Вот вы сейчас видите на экране до 50% скидки, и мы хотим немножечко рассказать с Натальей об этих кремах, да. Один из кремов, ночной крем, легкий матирующий ночной крем с комплексом натуральных ингредиентов, с витамином Е, что очень важно. Конечно, безусловно, он заботится о вашей коже, пока вы спите. Сужает поры, придает такой легкий матирующий эффект, и, конечно, он очень интенсивно увлажняет кожу. 97% по нашим потребительским тестам, 97% сказали, наши потребители сказали о том, что он обладает хорошим увлажняющим эффектом, и, безусловно, и 77% людей подтвердили о том, что он очень хорошо сужает поры, хороший, классный крем для ухода за жирной кожей, ночной крем, отлично. Можно вот мне следующий подать, потому что я хочу про него рассказать. Я никогда не запоминаю цифры, но я знаю про этот крем много. Смотрите, это ночной крем с увлажняющим эффектом. Я вообще фанатка как раз увлажняющих кремов для лица, именно ночных, потому что, вот знаете, причина, одна из причин возникновения морщин в раннем возрасте – это недостаток увлажненности кожи. Когда-то я тестировала прям вот многим-многим-многим людям уровень увлажненности кожи специальным аппаратом, и хочу сказать вам, что буквально, допустим, на 20 человек, если один попадается с нормальным уровнем увлажненности, это прям счастье-подарок тебе. В основном очень низкий уровень увлажненности кожи. Вот это решение – просто проблема. И главное, вы просто две минутки нанесли, спать легли, утром встаете, а у вас кожа увлажнена, наполнена влагой, повелесть. Да, действительно, классно. Еще один крем – это крем антивозрастной ночной крем, тоже с такой, с насыщенной текстурой. Здесь у нас собраны целый ряд отличных ингредиентов. Экстракт шведской белой березы, экстракт красной смородины, облепихи. И хочу вам сказать, что еще здесь он обладает двойной, здесь двойная концентрация масла льняного семени, семени льня. Что, собственно, тоже очень интенсивно увлажняет кожу, интенсивно питает кожу, точно так же, как сказала Наталья, когда вы спите. И так как крем обладает выраженным антивозрастным эффектом, то, конечно, он рекомендуется для, вообще для любого типа кожи, да, но для тех девушек, кому чуть-чуть за. За. Чуть-чуть не будем определять. Немножко за. За сколько? Вот, поэтому очень классный, отличный крем. Подашь? Да, и еще вот. Мне вот сегодня досталось рассказывать о моих самых любимых вещах. Случайно или не случайно, как так вот было устроено. Смотрите, это маска, если мы ее откроем, первое, да, впечатление. И свой носик. Туда? Ребята, это вот, если вы любите море, какая девушка, скажите мне, не любит море? Нет, такой нету девушки. Нету такой в природе, абсолютно. Здесь есть водоросли красные и бура, здесь есть минералы морские, здесь есть антиоксиданты. И вообще вот маска увлажняющая, это такой продукт, который должен быть обязательно в арсенале, и не одна должна быть маска, а увлажняющая должна быть обязательно. И еще зимой, кстати говоря, нужно чаще делать маски, чем летом, то есть два раза в неделю это прям показано. Показано, да, как доктор показал, точно. Да, у нее прекрасная текстура, такая гелевая, и буквально вы наносите такой легкий холодок, как будто бриз морской. Вот вы как будто по морю идете, вы были реже, и морской бриз касается вашей кожи, представляете? Вообще. Через 10 минут смываете, и можно на свидание идти. Вполне возможно, что в этот день вы получите предложение, какие, ну, колечко тоже. Да, или как-нибудь съездить на море, да, пригласить на море. Классно, отлично. Надо брать, я понимаю. Конечно, я думаю, что... Я одну полностью израсходовала, вот, на море несколько раз была в этом году. Вот как, то ли маска, то ли что, не знаю, как это работает, но это работает. Я могу сейчас сказать, что действительно, действительно сейчас отличное предложение, и все эти кремы вы можете купить, вот здесь мы опять, еще раз обращаю ваше внимание, со скидкой 50%. Я вот хотела спросить, это, я не знаю, сколько что стоит, никогда. Это 199 рублей бывают такие цены, да? Вот бывают, понимаешь, бывают. Потому что сейчас, я пойду, почему мы с тобой об этом сегодня говорим, потому что, действительно, это уникальное предложение 15-го каталога, и хотелось бы, чтобы люди обратили на это внимание, тем более, как сказала Наталья, да, увлажненность и увлажняющий эффект сейчас очень-очень важен зимой, и тем более в сезон вот отопительным. Сейчас здесь сидим, на самом деле здесь достаточно тепло, у нас вот отопление есть, да, отопление есть. И я думаю, что первое, что мы сделаем, это сегодня обязательно вечером нанесем эту маску, да, Наташ? Ну что, а мы с вами переходим дальше, Наташ, и с нашими зрителями. Ой, а что у нас следующее? И дальше у нас мы должны определить победителя, обладателя сертификата на путешествии. Боже, это же моя тема. Да. Да, твоя тема, путешествия. Ой, ну что, у нас формула уже есть. Или поговорим еще о путешествии. Ой, я не знаю. Давай скажем, давай, тут сейчас нам люди скажут. Нет, и так определим победителя. Определим победителя. Ну, давайте немножко потомим, потомим, потомим. Сертификат на 200 тысяч рублей. Представляете, вот сейчас вы сидите перед экранами или не сидите. И получается такой сертификат на 200 тысяч. Кто? Давай, формула введена. Победитель сейчас уже определён. Определён. Итак, барабанная дробь. Бузимова Татьяна Александровна. Филиал Новосибирск. Ура! Ура! У меня в эфире. У нас не будет ролика про машину. Не говори про машину. Не смотрим. Наталья, звони. Ой, будем звонить. Давай. Я не представляю, что сейчас с человеком просто произойдёт. Не представляю. А вот мы сейчас как раз представим. Давай, набирай, да. Так, это что-то. Звоним. Интересно, смотрит она эфир? Я не знаю. Я бы смотрела, конечно. Конечно. А может и нет. Может быть, тоже на люди была. Юля смотрела. А Юля, да. Да. Она верила. Интриги не удалось. А здесь сейчас посмотрим. Татьяна. Алло. Татьяна, здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, это вам звонят из компании Арифлейм, из центрального офиса, город Москва, у Сачёва 37, строение 1, между прочим. Вот как вы думаете, зачем мы вам звоним, и что вы в этот выходной день делаете? Нам очень интересно. Да. Отдыхаю. Отдыхаете. Отдыхаете. О, хорошо. Как отдыхаете? А где же вы отдыхаете, Татьяна, если не секрет? Где вы отдыхаете? Дома, дома. А где вы предпочитаете отдыхать вообще? Вы любите отдыхать вообще? Путешествовать там куда-нибудь? Конечно. И куда же вы любите путешествовать? Опрос, вопрос такой сегодня. Ага. Ну, еще не определились, куда. А хотели бы вот куда-нибудь поехать? Вот так раз и поехать. Ну, конечно. А куда бы, например, поехали? Куда? Ну, хоть куда. А вот если бы у вас были денежки на путешествие, да, вот куда бы вы поехали? Ну да, не из своего кармана доставать из бюджета, а просто раз, а мы подалили. Если нет. Куда бы? Тогда. Ну, за границей куда-нибудь. Так, конечно. Ну что ж, Татьяна, тогда я думаю, что ваши мечты скоро исполнятся, потому что мы вас поздравляем. Вы стали обладателем сертификата на путешествие на сумму 200 тысяч рублей от компании «Арифлейм». Татьяна, 200 тысяч рублей. Вы там, наверное, упали? Ну что? Нет, мы не шутим. Конечно. Не шутим. Вы шутите? Нет, мы не шутим. Совершенно официальная информация. Если вы зайдете на прямой эфир, то вы увидите, что ваша фамилия просто вот в центре экрана высвечивается. И у нас есть ваши телефоны, поэтому мы вам звоним и говорим, что вы победитель. 200 тысяч, 200 тысяч, Танечка. Да вы что? Татьяна у нас кроме «да вы что?» не может пока еще ничего произойти. В восторге? В восторге? Это точно. Это точно. Это точно. Она не видит. Скорее беги географическим картам, просто куда-нибудь пальчик так раз в глобус, куда попадешь, туда и поедешь. Ну или сама выбери какое-нибудь любимое местечко. Все, мы тебя нежно обнимаем. Очень рады. Поздравляем, Татьяна. Поздравляем. Поздравляем, Татьяна. Пошла проверять, мне кажется. Проверять, смотреть, прямой эфир включать. Ну, или звонить своим вышестоящим, может быть, да? Да, да, да. Так ли это? Я думаю, что сейчас... Ну, такая неожиданная информация. Представляешь, вот сидишь в выходной доме. Да, отдыхаю дома. Отдыхаешь. А тут предлагают отдохнуть за границей. Да, на 200 тысяч рублей, да? Конечно, не сразу поверишь. Да, это вы что? Да, это вы что? Да, да, да. Ну что, а мы совсем скоро перейдем к обладателям, к определению победителя автомобиля, нашего главного приза. Но прежде чем перейти к обладателям, к определению победителей, в котором также будут участвовать наши новички, Наташа, я бы хотела у тебя спросить вообще вот, что бы ты сейчас хотела пожелать новичкам? И вообще, вот как ты думаешь, что вот они сейчас чувствуют? Мы сейчас будем звонить им, одному из них. Ой, я, честно говоря, помню, когда я была новичком, потому что вот все, что с вами случается первый раз, это всегда очень запоминается. Да, конечно. И я, когда была новичком, я до сих пор это чувство сохранила в себе. Я всегда любила открывать каталог новый и смотреть его. Мне всегда нравились подарки. У нас вот столько, сколько подарков есть сейчас, никогда не было, никогда. Столько спецпредложений, столько акций, столько программ. Буквально каждую неделю, ну уж каждый каталог, несколько программ, акций, спецпредложений у нас всегда есть. Я сейчас уже не новичок, но новичок, когда в офис приходит, получает заказ, он открывает эту коробку и говорит, а это что, а это что? Это подарки. Не может быть, мне подарки, за что? Поэтому, конечно, нужно пользоваться всеми возможностями, тем более, тем более, у нас скоро какой самый волшебный праздник, Новый год, нужно будет покупать подарки всем, 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 всем. У меня уже готов вот такой вот список, я зареги готовлюсь. Хорошо, вот Наташа только что как раз начала говорить, а ты начала говорить о новичках. Я хочу сказать, мы сегодня показали, какое огромное количество новичков к нам присоединилось только за эту неделю, да, и за прошедшие недели, прошедшие три недели в акции, которые в акции «Живи на драйве», какое огромное количество, это буквально несколько тысяч новичков, десятки тысяч новичков. И вот правильно Наталья заговорила о том, что у нас есть действительно уникальные различные предложения, и одно из самых важных и, пожалуй, первых предложений новичков после акции «Живи на драйве» – это наша стартовая программа. Я призываю всех новичков обратить на это самое пристальнейшее ваше внимание, вы разместили уже заказы на 50 баллов. Если вы разместите еще на 50 баллов, и, скажем, каждый каталог, да, будете это делать, вы посмотрите, какие хорошие, отличные подарки вы сможете себе купить. И, кстати, на втором шаге, да, это, заметьте, вот это вот наш бестселлер предлагается, наша тушь 5 в 1 в 1. И крем, кстати, тоже. И крем, кстати, на третьем шаге, да, поэтому новичкам обязательно после эфира позвоните всем вашим, тех, кто вашим спонсорам, тех, кто вас пригласил, и обязательно уточните про стартовую программу, либо заходите на наш сайт oriflame.ru, и там обратите внимание на стартовую программу, потому что для того, что она называется стартовая, да, для того, чтобы именно сейчас уже стартовать, не опоздать, пройти эти шаги и получить отличные, замечательные призы. Это очень-очень важно, поверьте, вы будете, как Наталья сказала, приятно удивлены таким огромным количеством наших акций и предложений. Ну, подарки, это же самое, вот только начало, да, когда создали подарки, вот такие продуктовые, это только начало. Возможность изучить продукт, самые лучшие продукты попробовать, но дальше, дальше, начинается самое. А дальше, а дальше уже, да, дальше уже точно. Если вы думали по большему времени, мы бы столько рассказали вам, ребята. А нам нужно переходить к розыгрышу, не к розыгрышу, а к определению победителей, да, автомобиля. Наташа, мы же заговорили о том, что первый раз, все, в первый раз. А расскажи, я знаю, что у тебя есть автомобиль, а вот первый, ты помнишь свой первый автомобиль? Я помню свой первый автомобиль, кто же его не помнит, из тех, кто меня давно знает, как я носилась на этой, можно в эфире такое говорить или нет, я не знаю, на бешеной табуретке, так она называлась, ну, так, во всяком случае, все ее называли. Это был автомобиль АК. АК. Да, я его даже не купила, мне его дедушку подарил, я его на четвертый день разбила. Потом он мне подарил второй такой же автомобиль, только другого цвета. И я на нем ездила достаточно долго, и я очень гордо ездила. Все смеялись надо мной, представляете, это такая девушка, садится в автомобиль АК, едет мимо остановки, и все надо мной смеются, друзья смеялись надо мной. А я проезжала, когда в дождь мимо остановки, думала, ну вот, вы стоите на остановке, а я в своем автомобиле еду, между прочим. Вот представляете, а сейчас наши новички, один из наших новичков, наши новички становятся обладателями такого отличного автомобиля, как Ауди А3. И вот они у нас есть здесь ключики, давайте мы сейчас, вот они, вот они, ключики. Мы сейчас, да, 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 вот если нажмешь на кнопочку, то они прям увидят ключики все, видишь, все волшебно, понимаешь, происходит, все волшебно. Смотрите, у нас такие есть ключики от двух автомобилей, которые мы как раз сейчас, да, конечно, ну как, да. Не муляж, это не муляж. Да, да, вот, от двух автомобилей, которые, Ауди А3, которые мы прямо сейчас и определим, этих двух победителей. Мне кажется, нам уже там на прямом, на эфире пишут о том, чтобы мы, кстати, о том, что нам пишут. Мы еще не все, мы хотим, мы же обещали, что мы ответим на вопросы, поэтому предлагаю ответить на вопросы, которые, которые есть в Инстаграме. Ага, вот смотрите, мы отметим только буквально на один-два вопроса, да, не обижайтесь на нас, потому что иначе сейчас вы же нам и скажете, что давайте побыстрее уже переходите к автомобилю. Нам же хочется тоже поговорить, Лю. Да. Две девушки собрались, давно не виделись. Ну, смотрите, один из вопросов, Наталья. Здравствуйте, Наталья, какой аромат вас покорил? Вот тогда вы рассказывали историю, какой это был аромат? Этого аромата сейчас нет уже в компании. Есть другие, которые не менее, да, ведь покорительные. Каждый раз, когда спрашивают, допустим, какой ваш любимый аромат, какой ваш любимый продукт, я очень теряюсь, потому что у меня нет одного или двух, или трех, или даже пяти любимых продуктов. Почти все мне нравится, просто что-то мне уже по возрасту не подходит, что-то там еще по возрасту не подходит. Потом, может быть, какие-то там цвета мне не подходит, и только из-за этого там я чем-то не пользуюсь. И у меня всегда в моем парфюмерном гардеробе, ну, семь минимум на все случаи жизни, случаи бывают разные, как вы уже поняли, есть ароматы. Очень люблю водные ароматы, такие волшебные, совершенно потрясающие. Вообще, вы заметили, что сейчас сказала Наталья? Парфюмерный гардероб. Каждая девушка, да, просто обязана обладать парфюмерным гардеробом. Мы сегодня не говорили о наших ароматах, но на следующих эфирах мы обязательно об этом расскажем. И я думаю, что и в этом каталоге, в 15-м, представлено огромное количество наших интереснейших ароматов. Ну что, я думаю, что мы уже затянули интригу. Давай, давай формулу. Ой, я волнуюсь, у меня, если бы вы видели, чуть поближе мои руки, вы видели, что они трясутся просто, не попадают, никуда не попадают. Вот так, ага, вот сюда. Ой, ну что, формула. У нас сейчас два автомобиля, два ключа, два автомобиля, две формулы введены. Для новичка, для шансера. Ну что, определены. Подождите. Выдыхаем, барабанная дробь. Ой, мама. Что это? Давайте, пожалуйста. Спонсор. Казменка Нина. Новосибирск. Александрова Ольга. Воронеж. Новичок Александрова Ольга и спонсор. Ой. Да, да, мне кажется, там ликуют. Ну что, давай звонить снова в Новосибирск, да? Нет, давай начнем с новичка. Нас спросили, где новичок? Новичок. Вот, да, Воронеж. Тогда начнем, нас просили звонить всем и новичкам. Соответственно, начнем с новичка. Не знаю, смотрит она, не смотрит наш эфир. Ну, вот сейчас знаем. Так, Наташа, правильно, да? Красивый какой-то. Да, красивый. Да, очень красивый. Ольга. Ты? Вера. Здрасте. Звоним Ольге. Идет дозвон. Ольга, мне кажется, не подозревает. Такое еще есть у меня ощущение. Представляете, пришел новичок. Не знаю, буквально, да? Сделал только заказ и уже автомобиль в подарок. А может она смотрит и сейчас не в состоянии трубку взять? У нас, да, тоже такой вариант есть. Мы до победного. Абонент не отвечает. Мне кажется, он не в состоянии взять трубку. Давай позвоним тогда спонсору, а потом снова попробуем Ольге. Сейчас она пройдет в чувство. Да. Так, звоним. Нине Казменко. Набираем Любу. Тоже трясущимися руками. Нет. Нет? Одну цифру не добрала, потому что волнуется. Конечно. Представляешь? Такое ощущение, кого-то с вами выиграли. Да не говори. Они получили, сами получили автомобиль. Какой красавец. Представляете? Представляете, вот стоит такой белый автомобиль. И вы в нем по дорогам. И даже никто не смеется, как надо мной. Ну ты знаешь, я бы сказала, из-за аудита А3, мимо остановки, да выйди на остановки. Я бы просто тогда не выходила из автомобиля, бы все время на нем ездила. Все время. Нина. Нина, пожалуйста, возьми трубку. Да. Нина. Да. Здравствуйте, Нина. Здравствуйте. Это Наталья. Без четверти его звонит вам. Я сегодня в сервисном центре Арифлейм на Усачево 37. Мы определяем победителей. Мы определяем победителей, кто получает у нас сегодня ноутбуки. Наши кисы, да. Вы смотрите прямой эфир? Ольга, вы смотрите прямой эфир, вы, кстати. Нина, Нина, вы смотрите прямой эфир? Смотрите прямой эфир, ребят. Нет, я не смотрю прямой эфир, но мне так интересно. А как вы думаете, зачем мы вам звоним? Нашли ваш вот номер телефона, звоним вам. А я, наверное, выиграла ноутбук. Наверное, да, наверное. Выиграла ноутбук, вы думаете? Почти, почти, почти угадали. А если еще какие-то варианты есть у вас? Ну, телефон. Телефон. Хорошо. А вот по-честному, когда вы, например, вот участвовали в этой акции, вы что хотели получить? Вот хотели, прям мечтали. Я хотела бы выиграть Ауди. Если я выиграла Ауди, это будет вообще большая А как это, интересно, будет? Интересно, как это будет? Как это будет? Вот если вы выиграли автомобиль. Что, что будет? Ну, уже можно тогда. Ну, уже можно. Нет, нет, уже можно. Уже можно. Вы выиграли Ауди. Потому что вы выиграли. Мы смотрим прям на ваши ключи. На ваш ключ. Давайте, давайте. Скажите нам еще, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, давайте... Мама! Мама, ребенок волнуется. Ребенок волнуется. Что происходит с мамой? Два ребенка волнует. Два ребенка волнует. Два ребенка счастлива волнует. Скажите, что у вас все хорошо, Нина. Скажите, что все хорошо. Вы радуетесь так. Нина, мы так рады вместе с вами. Просто подпрыгиваем. Если бы можно было подпрыгнуть, мы бы подпрыгнули. Но у нас вот тут прикреплены такие штучки, которые нам не дают. Очень рады. Поздравляем вы. Поздравляем. Потом вам позвоним. Чуть попозже скажем, как вы можете все получить. А вы, Нина, записывайте... Запишите, пожалуйста, видео. Как вот вам позвонили, вы узнали. Расскажите, пожалуйста, всему миру об этом. Мы все порадуемся. Здесь мир порадуется. Поздравляем, Нина. Целуем, обнимаем вас. Спасибо огромное вам за эту звонка. Спасибо. Отлично. Что-то мы, знаешь, что не спросили. Мы не спросили. Это же у нас спонсор? Да. Что он приглашал? Да, мы спросили. Сколько, например, в компанию? Я думаю, что она сейчас не в состоянии. Да, она ничего не вспомнила, да. Мне кажется, даже... Вот мы говорим, что ее Нина зовут. Она думает, это ко мне обращается или нет. Да, она... Ну, дети заволновались, почему мама так кричит сильно, да. Все ли хорошо? Давай попробуем все-таки новичку дозвониться. Еще разочек. Еще разочек. Так, 53. Вот этот, да. Как хорошо все-таки вот быть в Арифлейме, да? Угу. Смотрите, подарочки. Только возможностей. Даже когда ты не знаешь, у тебя, раз, и счастье тебе падает просто на голову. Ну, Олечка, Олечка, давайте берите трубку. Либо она смотрит прямой эфир, вот я говорю, либо... Не пришла в сознание еще. Не пришла в сознание еще, да. А можем мы и сообщения написать? Абонент не отвечает. А знаете, бывает как? Знаете, как бывает? Что человек думает. Какой-то звонит мне неизвестный номер. Да? Да, неизвестный номер, да? Неизвестный номер. А мы сейчас ей напишем сообщение, и она нам сама перезвонит. Ну, вот я вижу, что она... Филиал Воронеж? Она в сети или нет? Филиал Воронеж? Да. Ну, может быть, нет. Ну, там по времени все нормально. По времени нормально. Не спит еще Воронеж, не спит. Ну, ладно, давайте, не будем уже тогда... Не будем сообщения? Да. Ну, Оль, мы вам хотим сказать сейчас, что мы вас так поздравляем, прям сильно поздравляем. И я думаю, что тот момент, когда вы сейчас вот узнаете о том, что как раз вы победитель, и вы нам перезвоните... Я отправила сообщение все-таки. Сообщение мы все-таки вам отправили. Ну, сейчас, если у нас есть несколько секунд до конца эфира, поэтому если она сейчас нам перезвонит, то посмотрим. Я думаю, что сейчас спонсоры просто разрывают телефон. Это же Оля. Да, да, да. Ну, проснись, проснись, ты вообще красавица, проснись. Это даже лучше, чем принц. Ну, либо, я говорю, либо она радуется уже на связи. Ну, пока. Ну, что, коллеги, мы... Наташ, я думаю, что пришло время на этой радостной, волнительной ноте завершать наш прямой эфир. Мы искренне поздравляем от всей души всех сегодня обладателей тех призов, тех подарков, которые увидели себя на экране. Мы ждем ваши эмоции. Мы ждем ваши эмоции с хэштегом Арифлейм Драйв. Мы будем делать репост, чтобы как можно больше людей вас увидели, вас узнали. И не забывайте о том, что в следующее воскресенье, также в 16.00, мы вас будем ждать всех у ваших экранов, потому что здесь снова мы будем в прямом эфире, где будем снова определять наших победителей уже в следующей неделе. Я вам желаю удачи, Наташа. И тогда повезет обязательно вам. Обязательно вам повезет. Вот кто сейчас смотрит на меня, думает, мне повезет. Вот вам и повезет как раз. Удачи всем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok